В Гетцирии привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготела загадочная проклятия. Так, вспомнился мне тут один квест, где мужику надо книжки принести. И там книжек этих 4 или 5. Приблизительно помню, где эти книжки покупаются, так что надо будет сейчас пробежаться по этим местам. Заодно барахло всякое сдать. Так, уходи никакого каста механика нет. Так, я вопросики хотел собирать, ну ладно. Для начала глянем квест. Вроде как на скелле геон. Дополнительный. Дух свободы. Книги, описывающие религиозные обычаи, отдельные прецеденты и отнести их и ворота. Ну вот. Ну чтобы убедиться, что все книги мы точно собираем, то нужно все книги из инвентаря закинуть куда-то, продать, например. Сейчас попробуем это сделать. Вот тут какое-то барахло есть. Ну вроде ничего. Так, Винт. Что это? Вот, Приключения Веги, по-моему, одна из таких книг. Религия и жизнь тоже. Морибунда это не то. Вот, по-моему, две книги у нас есть. Для начала продадим барахлища. Ненужные книги. И попробуем пробежаться по точкам, где эти книги продаются. Вроде одна во Вроницах, одна в Залипье, одна у Ростовщика, где-то в Новиграде, и одна на острове в Новиграде, где Храмовый остров. И еще одна. Рядом с мостом на этот остров, там... вроде как Просыр квест. Не помню, вроде я его проходил. Прошу! Прошу! Что у тебя там? Будь здоров. Здравствуй. Ты вернул? Покажи. Ну вот эти квестовые ему нельзя продать. Религия и жизнь. И... Приключение в деньги. Бывай. Сначала проверим все в Новиграде, раз уж мы тут. Так, где же этот торговец-то? Где-то здесь. Нет. Где-то вот здесь. Вроде бы. Сняйся. Меня найдешь все, что нужно. Бывай. ... ... ... ... ... ... ... Стражников берегись, они хуже разбойников. Так, вот, наверное, здесь. Или этот. Сейчас узнаем. Пошла! Да пребудет с тобой сила вечного огня. Кхе-кхе-кхе. Э? Приветствую. Продаешь или покупаешь? Покажи, что у тебя есть на продажу. Так, измени свою жизнь, советую форму. Будь здоров. Шевелись, платва. Так, вторая там. Получается, итого у нас уже три книги. Вроде как пять надо. Видите? Ну, пошла. Да пребудет с тобой сила вечного огня. Не надо на тебе чего-то, мастер. Не надо на тебе чего-то, мастер. Умный клиент сразу поймет, что на этой стороне Понтера лучшего товара. Давай по двой. Давай по двой. Спасибо. Говорят, что это хлеб на столице. Мне нужен подарок для жены. Вы ищете что-нибудь определенное? Не знаю. Давай-ка, уважаемый, что у тебя есть из самого дорогого. Будет какая-нибудь важная годовщина? Суть-то в том, что она уже была. Вчера. А я забыл. Приветствую еще раз. Ну так как? Интересуют тебя памятные вещицы, оставшиеся от мага Айрамаса? Они еще продаются. Покажи мне свои товары. Вот. Вот эта книга у нас есть. Видно, зачем надо? Не знаю. Пускай будет. Так, ну раз эта книга и есть, то и пускай. Бывай. О! Бывай. Воскресенье, в силе вечного огня, защитника нашего... Умный клиент сразу поймёт... На этой стороне полно... ...это лучшая момент может принести нам победу. Помните, люди, один не жил. Я слышал несколько баллад о тебе, и об этой дворе не шутите. Поверить не могу, люди, макро, не говорят. А-а-а! 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 Ваши были кафтаны, но последний одень. Служу вечному огню! Отдохни! Хватит, спиди! Однажды мать! Нашла у Бога своего, умирающего планета. Проклятая сила. О, снова ты. Я уже сменил пароль, но твоя скидка по-прежнему в силе. Покажи мне свои товары. Культ Фрейм. Так, сколько у нас книг? Должно быть четыре. Пульт. Советы. Геи. Или геи жизнь. И еще одна осталась. Не, а развлечься тоже хочется. И выздоровел ребенок на следующий день. И жив до сих пор, родной родителям своих. Так, залипли. И во Вроницах. У вестника. Чего? Покажи свои товары. А это вроде как пятая книга. Бывай. Трестяные зельдоки. Трестяные зельдоки. Так, ну, значит, во Вроницах уже книга, которая у нас есть. Можно проверить. На всякий случай. Просто проверим. Шевелись, плотва. Самогону желаете? Поздного сыру. Товар у меня немного, но все отличное. Религия и жизнь у нас вновь есть. Будь здоров. Жизнь не жива. Вот в чем ты. Больше трезвый. Ну, пошла. Значит, у нас Келлиги. Дари, сука, себя обработать, как Навиград. Чего удивляться? Сами с Ведьмаком связались. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Продолжение следует... 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 Ну, раз у него нет зеленой книги, у них у всех разные обложки, то сначала кинем ему зеленую. Посмотрим, что будет. Спасибо за помощь. Но чувствую, сидя здесь, я больше ничего не узнаю. Пора отправиться в большой мир. Может, где-нибудь еще я найду способ отвоевать Ирму. Удачи. Вот, классно. Ну и раз мы здесь, можно башней заняться. Хотя... Есть призрак. Попробовать сделать это. Но у Лугаса вроде как сын помер. Задание с пиром мы прошли. И, скорее всего, квеста с пещерой снов не будет. Значит, пройдем мы этот квест. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, Геральт. Я видел твое объявление. Подробнее можешь рассказать, что у вас за чудовище? Я так думаю, это дух. Или еще какой морок. Он появляется на Эльтберге у маяка. Ох... Начиналось все безобидно. Однажды ночью маяк не зажегся. А без него корабли не могут безопасно пристать к Оренбьерну. Вот двое наших и пошли проверить, что случилось. Дай угадаю, они не вернулись. Нет. И о Мике или смотрителе маяка тоже ни слуху, ни духу. Позвал я пару мужиков, поплыли мы на помощь. Но когда мы уже были у острова, я повернул обратно. Потому что на берегу я увидел призрак. Ты, наверное, думаешь, что я трус. Но одним железом там не справиться. Единственное, что я мог сделать, собрать со всей деревни золото для награды. Как поможешь, будет твоим. Йорунд, ты мне нравишься, но дело есть дело. Тебе придется немного добавить. Я мог бы что-то накинуть, но не так много. Отлично. Да будет так. Рукам. Я посмотрю, что удастся сделать. Спасибо, Геральт. Хороший ты мужик. Хороший ты мужик. Так, что там еще? Субтитры создавал DimaTorzok Сдохни. 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 АААААААААаааааа! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Откуда здесь все эти призраки? Последний раз я такое видел под Вергеном, когда... Ниоткуда! Вот именно что ниоткуда! Пламя вспыхнуло и тут же погасло! С этого все и началось! Я пошел сюда за маслом, выхожу из дома, гляжу, туман поднимается. А тут духи как полезли и на меня! Вбегаю я внутрь, задвигаю щеколду и слышу, вроде как кто-то шепчет мое имя. Микель, Микель! Выглядываю призрак больше остальных и таким холодом от него било, что аж стекла инием покрылись. Этот призрак... Расскажи мне о нем побольше. Он... он вроде был умнее остальных. Как будто он знал, все знал. Только тебе, наверное, это не сильно поможет, да? Ты прости, но я и видел ты его всего раз, а потом он куда-то пропал. Эти духи появились здесь не без причины. Что-то их привлекло. Какие будут мысли? Понятия не имею. Тут же ничего нет. Маяк, маяхаты и все. Одни голые скалы. Даже утопцы знают, что на Эльберге искать нечего. Странно это все. Мне нужно осмотреться. Тогда возник ключ от маяка. Если захочешь и там посмотреть. Или укрыться от чего-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 какое-то письмо ну все как всегда ну вот пожалуйста под фонарем темнее всего а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...